Наверное, многие из вас успели оценить научно-фантастический фильм Ридли Скотта «Марсианин». Так вот, если вам понравилась эта экранизация, у меня, друзья, для вас хорошие новости. Ридли Скотт объявил название сиквела «Прометея. Чужой. Потерянный рай» и объяснил, чего ждать от новой картины. Сближение с оригинальным «Чужим». По сути, второй «Прометей» будет приквелом ленты 1979 года, объясняющим, почему и как был придуман монстр. В давнем интервью Скотт рассказал, что планирует довести число «Прометеев» до четырех. Все эти фильмы валюются в головную франшизу с подробным рассказом о создании «Чужого», которого режиссер называет «бактериальным оружием». На вопрос, имеет ли новое название сиквела отношения к поэме Джона Мильтона, Скотт ответил утвердительно. «Потерянный рай» повествует о восстании сатаны против Бога, которое привело к грехопадению человека. В работе на съемочной площадке Ридли Скотт приступит к феврале следующего года. Из актерского ансамбля «Прометеев» в новый фильм переберутся «Номеропас» и «Майкл Фассбендер». Субтитры создавал DimaTorzok «Майкл Фассбендер» В понедельник вечером американцы сели смотреть футбол, но большая часть сделала это не из любви к спорту, а потому что в перерыве была заявлена премьера финального трейлера фильма Джей Джей Абрамса «Звездные войны. Пробуждение силы». На первый взгляд подтверждается теория о том, что Кайло Рен поклонник Дарта Вейдера, и он намерен продолжить его дело. Героиня Дейзи Ридли – главный персонаж седьмого эпизода. Это в ней пробуждаются силы, о которой говорится кадром принцесса Лея. Старая гвардия в сборе. Но где же Люк? От него пока только рука, поглаживающая R2-D2. Да закадровый голос в тизере. Даже на постере героя оригинальной трилогии не нашлось места. Почему? Кто-то считает, что Люк перешел на темную сторону. Кто-то думает, что он появится в финале всего на пару минут. Ответ узнаем 18 декабря, когда пробуждение силы стартует по всему миру. Продолжение следует... И люди спрашивают, почему ты рискешь смерти? Для меня это жизнь. Боитесь высоты? А можете представить себя идущим по натянутому канату на высоте более 400 метров без всякой страховки? Потоки ветра обдувают вас, а внизу – город и тысячи взволнованных взглядов, устремленных вверх. Удивительная история о том, как французский канатаходец Филипп Петти отважился совершить легендарный трюк – пройти без страховки по канату, натянутым между небоскребами в неё. Филипп Петти – простой человек с большой мечтой фильмов о таких людях пруды-пруди. Но прогулка выделяется из этой массы. Это отнюдь не типичная драма с положительными или окрицательными персонажами, обязательной злобой, враждой или просто напряжёнными отношениями между героями. Нету здесь и крутых сюжетных поворотов. Стиль повествования немного напоминает Фореста. Также легко и непринуждённо, наивно, приятно без излишнего пафоса и с немалой долей юмора. Наблюдение за историей в такой подаче становится действительно приятным времяпровеждением. Спасибо вам, друзья, за то, что в очередной раз были с нами. Надеюсь, вам понравились новости данной недели. С вами были Говкинов. Сейчас покажем. Увидимся на следующей неделе.